Что происходит с человеком, который находится на пути, понимает разумом и после всех принесенных им страданий, что единственный путь это путь поручительства. И он понимает решение, что я со своей стороны делаю все, что необходимо. Что значит делаю свою часть? Здесь тебя подловил. Что значит твоя часть? Что ты обязан привести всю группу к поручительству. Это твоя часть. Хорошо, я иду с вами. Я говорю, что я прежде всего покажу пример. Это первое. А второе, я покажу величие товарищам. Да. И видимо я сделал какие-то действия, которые их на это направят. Отлично. Ну-ну. Этого достаточно? Посмотрим дальше, может быть и да. Может быть. Что значит может быть, да. Я не знаю. Прежде всего, что ты сказал, то правильно делай. А потом из того, что ты будешь делать, ты расскажешь еще вопросы, еще трудности. Но я вам говорю снова, перед вами есть путь. Значит, есть действие, которое называется страдание, бейто, или действие легкое и приятное, то, что называется ахишена. Перед вами два способа. Выбери ахишена. Зачем тебе и то? Что ты смеешься? Это то, что нам нужно. Только прежде, чем ты выбираешь ахишена, ты должен объединиться, отказаться от себя, привести к соединению товарищей, купи себе рава, сделай себе рава, купи себе товарища и так далее. Ты находишься на пути ахишена. Ты не хочешь этого делать, тебе лень. Тогда есть удары, проблемы, опустошение, падение и так далее, и так далее. Пока не усиливаются эти удары, и ты вдруг говоришь, а, есть ведь путь ахишена. Почему я не продвигаюсь им? Ты уже забыл, что ты сам бросил этот путь? И тогда ты снова возвращаешься. Может быть, в этой жизни, может быть, в следующем кругообороте. Ну и что? И что ты сделал в итоге? Вместо того, чтобы группа дала тебе важность Творца, удары дали тебе важность Творца. Из таких ударов ты вдруг слышишь, мы должны объединиться, кричите народ Израиля. Только в объединении мы достигнем успеха. Почему? Потому что Хамас тут перед нами. Это называется бейто. Почему раньше не слышали, что надо объединиться? Без Хамаса? А его целим? Были ленивы.